На минувшей неделе представители госжилинспекции Московской области выявили 466 домов с неснятой налезью и сосульками на кровлях и входных группах. Это ситуация в целом по Подмосковью. Некоторые нарушения касаются и Раменского. Мы говорим о том, что у нас сейчас с вами каждодневная работа, которая в принципе и оценивается визуально с тем же жителями. За круглым столом представители раменских управляющих компаний встретились с заместителем руководителя госжилинспекции Московской области Светланой Выборовой и председателем комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Московской областной думы Игорем Каханом. Рожженная инспекция стала по-новому работать в плане сначала предупреждать, а потом, что там было. Раньше не было такого. Раньше скандаловый вывешил санкаратом, отдел вышел и сразу был наложен санкаратом. Сейчас я увидел Дарья Соски, предупредили, а там где-то эти выводы. Но то, что сказалось скандаловым, применительным выбором, это так действительно, чтобы потом жители не говорили администрации, чтобы они пришли до того, что у нас там были подъездом, что-то не расчищено, да, то есть от этого тоже много зависит, друзья мои, и это надо, конечно, понимать. И поэтому мы вам говорим и призываем к тому, чтобы вот сейчас, в этот период, вы как можно лучше, активнее задействовали все необходимые возможные резервы для того, чтобы обеспечить жителям, во-первых, действительно комфортное и безопасное участие в выборах. Игорь Каханый затронул вопрос о безопасности. В период обильных снегопадов на крышах домов накопилось много наледия, в некоторых местах сосульки достигают полутора метров. Прямая забота управляющих компаний – это своевременное устранение льда и расчистка территории от снега. Работа ежедневная и не должна вызывать недовольство жителей, однако в некоторых местах города коммунальные службы не справляются вовремя с поставленными задачами. В этом случае нужно своевременно ставить ограждения в местах, опасных падением сосулек и наледия с крыш. Люди в основе своей сейчас действительно оцениваются ваша работа. Это поставка коммунальных ресурсов, тепло в дома и своевременная уборка. Сейчас снега пока сильного нет, снегопады. Мороз, правда, стоит, но уже идет как-то на потепление, мы знаем. Но это как раз пробел. Не успеваете убирать, это же никакие сосульки, там 5 мм, мы вам претензии предъявляем. Это реально. С верхнего этажа почти доходит до трехэтажный дом. До второго этажа. Где ограждение, если вы не успеваете? Где что? Контроль за соблюдением всех предписаний госжилинспекция усилит. Светлана Выборова остановилась отдельно на конкретных адресах, где необходимо провести работы в первую очередь. Андрей Плустанов, Елизавета Скребина для программы «Городские вести». Продолжение следует...